В Сочи на пересечении курортного проспекта и аллеи Челтенхема произошло ДТП с участием двух автомобилей. В итоге на дороге образовался затор. На трассе Джубга-Сочи загорелся большегруз. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Движение на участке дороги было полностью перекрыто. В Адлерском районе Сочи на улице Ленина водитель автомобиля стал свидетелем того, как мопедист, виляя из стороны в сторону на большой скорости, несколько раз задел бордюр и в итоге упал на дорогу. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у водителя двухколесного транспорта травмы. На улице Тепличной сотрудники ДПС выявили 64-летнего мужчину, который управлял автомобилем с признаками опьянения. От освидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составили административный протокол. Его ожидает штраф и лишение прав управления. Машину поместили на штрафстоянку. Автоинспектор заметил у обочины дороги мужчину с травмой головы. Как выяснилось, пострадавший упал и ударился о бордюр. До приезда врачей полицейский оказал ему первую помощь и передал медикам. Инцидент произошел в Хостинском районе Сочи на улице Яна Фабрициуса. Сотрудники ДПС остановили автомобиль с тонировкой. Водитель отказался выполнить требования правоохранителей и не снял пленочное покрытие, ограничивающее обзор. Мужчина задержан. В отношении него составлен административный протокол. На одной из улиц Сочи женщина устроила танцы на дороге среди проезжающих машин. Прибывший на ряд Росгвардии попросил ее прекратить перформанс и пройти на заднее сидение патрульного автомобиля. Танцовщицу доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. В реке Хости между переходами улиц Глазунова и Самшитовая очевидцы обнаружили тело мужчины. По факту гибели человека ведется проверка.